Итак, всем привет, с вами Долгай. Продолжаем играть за Германию, которая 3. Собственно говоря, в прошлой серии мы повысили свое население неплохо, так Голицу захватили, нефть получили. Ну и наш план сейчас просто искать нефть где угодно, захватывать новые территории, новых работников. У нас население кончается. Прямо сейчас у нас на самом деле есть немного, поэтому я тут позаказывал все уже заводов. Именно из-за вот этого вот у нас и уровень жизни подупал, то есть здесь работники были просто все наняты. Здесь очевидно из-за апгрейдов, из-за всего люди поувольнялись, люди приехали новые, им тоже нужна работа. Жизнь чуть-чуть подупал, но все еще как бы в пределах нормы. Но из-за этого конечно же и из-за падения уровня жизни чуть упал прирост населения, чуть-чуть упала миграция. Соответственно тоже прирост уменьшился, но нам прямо сейчас это нормально. И самое главное, у нас сейчас супер зависимость от ГСМа. Поэтому мы сейчас построим здесь ГСМа кучу. Это у нас должно хотя бы частично как-то нашу участь облегчить. И затем мы поищем еще где ГСМ есть. Но факт в том, что он есть в Техасе. Его только нужно найти, так что скорее всего мы отправимся в Техас. Ну и как бы да, яишки нигде его больше не исследовали. Но я возможно пойду в США еще здесь вход и возможно в Канад. Посмотрим. Нам потому что надо найти ГСМ любыми путями. Ну Мексика скорее всего наше следующее значение. И самое главное, ребята, игра лагает безумно. Просто посмотрите на эту скорость. Посмотрите как быстро нет открываются подсказки. То есть если мы наводимся на что-то, они просто супер медленно открываются. И ну, я надеюсь, что на эту серию меня хватит. И игры хватит, игра будет дальше работать. Но я подозреваю, что в один момент игра просто практически встанет. И вот как бы это будет либо еще одна серия, либо две. Но третью, я думаю, игра не выдержит. И это связано с тем, что мы экономически развитые. Недавно я играл на стране, у которой было в 900 году где-то всего лишь 60 миллионов ВВП. И игра летела просто прекрасно. Видимо, разработчики не думали о том, что игроки в их играх будут развиваться. В любом случае, поехали. А, ну я еще подумал, что раз у нас туда какие-то новые люди, которые у меня отработают. Ну, в принципе, можем им платить. У нас уже, смотрите, деньги как бы, да, какие-то нереальные. Пошли на полтора миллиона. Я подозреваю, что из-за вот такой торговли у нас и происходят лаги. Ну, параллельно с кучей ВВП, параллельно с кучей прорисованных домиков, которые нельзя выключить. Я даже графику попробовал выключить. Вдруг это из-за того, что куча домиков, да, везде настроилась. Здесь лагает, ну нет, не из-за домиков, либо из-за домиков, ну типа как, домики нельзя выключить. Но я подозреваю, что это вот из-за такой вот торговли и из-за такой экономики вот этого всего. Так вот, мы теперь можем платить педнякам. Пускай у них уровень жизни тоже растет. Вместе с этим там образованность, вместе с этим меньше радикалов. Почему бы нет? И вы просто посмотрите, насколько выгодно иметь буровые вышки в Западной Галиции. Они еженедельно получают практически 300 тысяч дохода. Просто задумайтесь, насколько же это много. Ну, или этого все еще не хватает. Хотя, может, хотя бы чуть-чуть это нам облегчало жизнь. Так, закон обе никак не поднялся, но я вижу успех повысился. Это значит, что нам пора ехать в Техас. В Америке пошла революция. Видимо, там что-то пошло совсем не так. Кстати говоря, здесь, видите, Австрия вступила, да? За Техас. Ну, видимо, у Австрии слишком много территорий, раз она решила подарить мне еще. А у них я бы, наверное, хотел забрать Венецию, потому что здесь есть шелк. Застроим мы это все дело шелком. И начнем производить еще и дорогую одежду, потому что мы ее не производим. Я так полагаю, прямо сейчас мы нигде не импортируем. Ну да. Стоило бы хотя бы начать импортировать. Там, я вижу, лишнее еще нажал из-за лагов. Тут какие-то прикольные пути. Видимо, на нас эмбарго все подокладывали. В США точно я видел есть эмбарго. И, похоже, многие страны нас не любят, но это как-то неудивительно. У нас все-таки уровень дурной славы изгой. Ну и вот так вот мы накинули тут еще немножко областей. Да, там Богемия, Галиция, Молдавия. Попробуем в Румынию пройти. Ходят слухи, что там тоже есть нефть. А Германия такие слухи любит. Так вот. Ну, кстати говоря, тут неплохо. Так уже военные технологии подоследовали. Да, скоро вообще химическое оружие исследуем. И потом пойдем к подвижной броне. Огнеметы я вообще не вижу смысла исследовать, да? Ну, конечно, вот это пускай окей. Ну, пассивно как-то исследуется. Дело в том, что вот эти отряды огнеметчиков, они пойдут в специалиста по химическому оружию. И огнеметчиков нельзя исследовать без этой технологии. Эта технология нужна для обеих тех. И я не вижу смысла менять, допустим, специалиста по химическому на огнеметчиков. Единственное, что у них хуже, это они типа опустошают провинции, когда захватывают. Но это же пыль, верно? И примерно вот так выглядят наши битвы. 159 атаки против 78. Так что я думаю, Австрию мы захватим достаточно быстро. А затем поедем высаживаться в Мексике. Когда уже здесь все войска у нас освободятся. Ну, и любопытный факт, но все еще плюс 140 тысяч. И это при том, что наши расходы уже максимальные, а наши доходы здесь минимальные. У нас нет потребительских налогов, нету налоговложения никакого. Практически, да, у нас очень низкие налоги. Заплата максимальная, все для населения. Еще и вон закон о бедняках скоро сделаем. Страна лучше для жизни. И наши войска в Техас выглядят очень успешные на самом деле. У них еще прокнуло почему-то мало войск, или у них просто мало войск. А, ну да. Только что было ноль. Странно. Либо опять какие-то лаги-баги, потому что эта игра лагает просто безумно уже. Либо они только-только начали мобилизироваться, а до этого не мобилизировались. Абсолютно непонятно, что происходит, но в любом случае мы побежали. Исследовали мы тут, собственно говоря, химическое оружие. И сразу по этому поводу, по поводу выдачи этого оружия, наш генерал сразу же стал военным преступником. Представляете себе? И, кстати говоря, Астрия капитулировала, осталась лишь одна Мексика. Смотрите, сюда у нас сразу сегенерал едут, но я думаю, и так мы справимся. И вот мы захватили сеть Ихас, собственно говоря. И надеюсь, теперь там должна продать нефть, потому что, насколько я помню, там есть нефть. И да, здесь тоже написано, что есть скрытые ресурсы, так что верим, что они вот-вот найдутся. И, кстати говоря, у нас в теории должны приняться сейчас законы о бедняках. Но 80% звучит еще не уверенно, верно? Как же долгое время идет. Да, ура, у нас появились выглоты бедным. Можно их даже подподнять немного. Собственно говоря, почему бы нет? Теория эта должна чуть-чуть исправиться с радикалами. Потому что, видите, у нас радикалы вообще поднимаются из-за увольнений, от завоеваний, конечно, тоже. Но и угры жизни снижается, потому что у нас теперь становится потихоньку слишком много. Да. Еще бы этот показывался. Ну вот, да. И у нас, на самом деле, теперь нужно просто строиться больше. Давайте, вот, посмотри, допустим, вот так, да? То есть, да, у нас... Ну, мы еще завоевали много чего. Но у нас уже есть свободное население, и это прекрасно. И мы не стоим на месте. Мы продолжаем идти за нефтью. Теперь за США. В США нет армии, но это фейк. Да, там просто все будет мобилизовано. И мы у них тоже заберем нефть. Вот это ирония судьбы. США теряют свою нефть от чьей-то высадки. Ну, и примерно вот такой список требований получился. В принципе, я им доволен. Возьмем мы нефть у них. Ну-ка. Вот эту. Господи. Можно, пожалуйста, не лагать. Вот эту. А, к сожалению, Канзас почему-то нельзя было запросить. Но мы можем запросить пенсивания, так что их тоже включим. И потом я подозреваю, нам нужно будет нападать уже на Канаду. Потому что следующую нефть я вижу именно в Канаде. И все мы ожидаем, когда появится нефть в Техасе. Должна же когда-то. И произошло то, что я в этой игре ненавижу. Они просто сдались. Из этого я сохранил всю дурную славу. Но получил только один. Вот этот вот стоит. Классно, да? То есть можно просто сдаться. И вместо всех, всех этих вот требований, которые ты хотел, они отдают тебе только первое. Я считаю, это просто прекрасная механика. Как бы я без нее жил. И мы взяли, собственно говоря, полностью Оклахуму теперь. Еще 20 вышек. Все еще недостаточно. Нам нужно больше нефти. Причем намного больше. Я даже не знаю, сможем ли мы столько найти. На самом деле. Да, здесь вон типа 4000. 4000. Но в Техасе не появляется пока что. Мы сейчас еще в Румынии. Я думаю, пойдем там поищем. Может, найдем. И вот такая у нас сейчас получится война. Мы потребуем очень много здесь территорий. За это повоевать с Австрией, с Валахией, с Молдавией. Ну, как будто это сильно нас затруднит. Нет? Давайте-ка откроем здесь битвы. А, еще Османы там, да. Ну, как бы, все, я думаю, очевидно. Игра безумно лагает уже. О, 250 атаки. Еще прекрасней. Ну, собственно говоря, да. Проблем у нас никаких нет. И вот, сначала капитализировала Молдавия, теперь Австрия. И остается лишь Валахия. Ну, и там, Турция, я так полагаю, все еще. А, нет, Турция тоже уже решила откланяться. Ну, это тоже вопрос лишь небольшого времени. И времени, на самом деле, из-за лагов. Потому что иначе мы бы уже закончили всю эту войну. Вот мы захватили Валахию. Надеюсь, мы найдем где-нибудь нефть. Потому что, ну, как бы, уже пора. Уже, как бы, пора, да. И здесь, я надеюсь, есть? Да, здесь есть скрытые ресурсы. Вопрос. Когда эти скрытые ресурсы будут найдены? Ответ. Убил. Как говорится. И мы также исследовали наконец-таки самолеты. Осталось лишь танки. И наша армия будет просто, ну, так сказать, финального уровня. На нас решила напасть Италия. И сама боится своих действий. Там, наверное, кто-то решил напасть, а потом люди такие, что вы делаете, идиоты? На кого вы нападаете? Ну, что, мы так просто не оставим? Ну, вопрос. Нам нужно хоть что-то с Италией? Наверное, нет. Наверное, это только нам какие-то проблемы создаст, да? Тут я бы не сказал, что есть какие-то ресурсы нам необходимые. Нефти тут нету. Да. Кроме нефти нам ничего и не надо. Поэтому давайте, да, репарации там и так добавились. Ну, давайте какой-нибудь договорный порт возьмем, не знаю, в Сицилии. Хотя... Ну, давайте в Сардинии. И этого хватит нам более чем. Кс. говоря, из-за нашей завоевания тут румыны немножко, да, взбунтовались. Но там войск не будет. И кроме того, надо еще... А, ну, мы уже не можем, да, снести казарму. Окей. А было бы слишком обузно. Так что это правильный мух от разработчиков. Ну, мы просто их подавим, я думаю, без особых проблем. И с этой проблемой мы никак не можем, да, ее предотвратить. Потому что у нас очень много бесчестий. И из-за этого у нас очень много недовольных на новых завоеванных территориях. Вот, и Италия сдалась. И теперь у нас-то у них есть договорный порт. В теории мы можем что-то продавать теперь без проблем, да. И покупать. Но на самом деле я не думаю, что нам этот рынок нужен. Вообще чей-то? Итальянский рынок. Ну да. Итальянский рынок выглядит бедненьким, бедненьким. Но пускай просто по приколу будет. Почему нет? И мы Румынию тоже восстановили. Только у нас теперь Словакия хочет отделиться. Но, как я говорил, этой проблемы нам пока не избежать. Кстати говоря, там еще Бразилия, оказывается, была в этой войне. Ну, что поделать? Высадимся. Закончим войну побыстрее. И мы открыли танки. Наконец-то. Бахинах технологий у нас почти не осталось. Производственные нам технологии здесь не нужны, потому что это ГСМ добавляет. У нас нет ГСМа. Чтобы его еще куда-то добавлять, да? Можем только, наверное, что-то здесь исследовать. Но, кроме этого, нам уже почти ничего не осталось исследовать. Ну и вообще, я думаю, на это можно подзакончить серию, потому что у меня прошло просто бесконечно много времени. Пока в игре прошло всего несколько лет. Ну ладно, мы еще закончим эту войну. Но пока не буду снимать с паузы. Игра идет, видите, очень медленно. Получили мы часть нефти. Но меня очень, как бы, огорчает то, что нефть не появилась сразу в Техасе. И там, видимо, там какая-то дата или что. Я вижу, у нас, кстати говоря, нефть есть в Мексике. Вот здесь вот мы ее тоже получим обязательно. Обязательно опять в Канаду и в США нападем. Ну, в Канаду не опять, в США опять. За еще больше нефтью. Потому что у нас вся промышленность убирается в эти апгрейды. Просто посмотрите, у нас на самом деле, ну, здесь сейчас, что я захотел, новые непонятно что стоят. У нас еще не стоит дизельный насос везде. То есть можно поставить везде дизельные насосы. Но это, видите, как много потребует нефти. Но это освободит столько рабочих рук. И столько можно будет еще больше построить. У нас уже 130 миллионов населения. Тоже мы просто безумно растем вверх. И если я правильно понимаю... А, ну вот, да, у нас включенное население 80 миллионов. Не включено 51. То есть, да, это и включенное, и не включенное здесь считается, по крайней мере. Словакия там на нас нападает на это все шутки. Нам это неинтересно. Словакия восстала не только у меня, а еще и у Австрии. Забавная ситуация. В любом случае, ребят. С вами был Допгай. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Надеюсь, серии еще будут выходить, и игра не умрет через год.